Книга Иова, 42 глава, 13 стих. Одно из трудных мест Писания и для библейского портуала «Экзегет» я прочитаю свой собственный перевод. Вы знаете, я начну с самого начала Книги Иова. Не, я всю ее читать сейчас не буду. Но первое, что мы читаем в первой главе. «Жил в земле Уц человек по имени Иов. Был он непорочен и честен, боялся Бога, сторонился всякого зла. Родились у него семеро сыновей и трое дочерей. И владел он семью тысячами козы, овец, тремя тысячами верблюдов, пятью сотнями порвалов, пятью сотнями ослиц и великим множеством слуг». Дальше вся история, которую в книге Иова, конечно, очень интересно обсуждать. Вот он спорит с Богом, потом они находят общий язык с Богом, как это ни странно звучит. И в конце 42-12. «Господь благословил оставшиеся годы жизни Иову больше, чем прежние. Теперь у него было 14 тысяч косо-овец, 6 тысяч верблюдов, тысячи порвалов и тысячи ослиц. Со скотом все хорошо. Родилось у него семь сыновей и три дочери. То же самое количество, скота стало побольше. Одну он назвал голубка, другую – цветок корицы, а третью – сияние ресниц». На иврите «Емимак» и «Цай» и «Керенхапух». А по всей земле не сыскать было таких красавиц, как дочери Иова. Отец дал им наследство наравне с братьями. В начале книги мы читаем о том, что они пировали наравне с братьями. Здесь они получают наследство. То есть такая идиллия. Ну, в древности все-таки женщина обладала гораздо меньшими правами, чем мужчина. А вот у Иова было наоборот. У него братья и сестры, его родные дети, они были равноправны вполне. Но возникает закономерный вопрос. А что ж старое-то? Вот дети все погибли. И Господь благословил оставшиеся годы жизни Иова, дал ему новых детей. И они родились, а старых-то он не вернул. Ну, и мне бы хотелось еще узнать что-то про жену Иова. Это ведь ее дети. Это же не просто где-то откуда-то они из космоса упали. Она их рожала. Все семеро погибли. Она была очень этим огорчена. Иова даже говорила, похули богу и умри. Но что только не скажет женщина, потерявшая в раз всех своих детей. А где жена его? Мне бы хотелось понять, как она пережила эту трагедию. Ладно, Иова с Богом помирился. А она? Ей тоже было что ему сказать. А что про тех десятерых молодых ребят и девушек, которые погибли? Они что, просто погибли, чтобы Иову испытать? Это разве не жестокость убивать людей, чтобы только проверить благочестие Иова. Это что, какой-то такой эксперимент бесчеловечный? И вспоминали ли эти родители Иов и его жена? Может, не у вас жена, кстати, сменилась? Как это, 10 детей родить уже в возрасте она, наверное, была? Еще 10? Тоже странно. Как они прожили эту жизнь дальше? Или Иов заново женился, а со старой женой, может быть, этот брак распался? Или как-то еще это было? Или он был многоженцем? В Ветхом Завете совершенно нормальная история. Ничего об этом не сказано. Только как их зовут? Красивые имена трех дочерей. Разве это главное? Вы знаете, мне кажется, это очень хороший пример того, что в Библии сказано невероятно мало. Но то, что сказано, то значимо. Вот, кстати, имена первых 10 детей не названы. И здесь названы только имена дочерей. Почему? Ну, наверное, потому что дочерей всего три, сыновей семеро. Ну, и папа в старости, он дочек больше любит. Он такой вот, ну, любуется им, не скажу, больше любит. Это, наверное, неправильно. Больше ими любуется для него. Это прямо вот такое какое-то особое явление природы. Его родные дочери. Он дает им великолепные, красивые имена. Он выделяет им наследство наравне с братьями. Просто книга Иова — это история Иова. Это не история его детей. Это не история его жены. Можно было бы написать еще много таких книг. Вот они будут написаны не про Иова, про разные другие потери, про семьи, прошедшие через трагедии, про то, как они потом не замещали погибших, новых детей рожали, как это было этим новым детям. Знать, что когда-то был кто-то другой, чье место они, может быть, заняли в этой жизни. Это все совершенно другие книги. И книга Иова, она же про несправедливость в этом мире. В этом мире столько несправедливости. И она завершается тем, что несправедливость из мира никуда не уходит. Как бы мы хотели, как бы мы хотели, чтобы в конце Бог сказал Иову, а, у тебя же дети погибли, извини, я забыл. Сейчас я их воскрешу. Вот они тебе обратно, они же ни в чем не виноваты. Как бы мы хотели, чтобы в конце с женой Иова Господь поговорил, ее родные детки погибли, как же это может быть? Но ничего этого нет, и возникает ощущение, что та несправедливость, которую Иов упрекал Бога, она как бы остается и даже в особо крупных размерах продолжается. Да, в мире по-прежнему нет справедливости. Это не сладкий водевиль, там, мыльный опера, в которой в конце все совершенно замечательно, все обнимаются, все счастливы, и ничего плохого не происходит. Мир устроен как довольно трагичное место, но в этом месте человек встречает Бога. А в этом месте потери безвозвратны. Но, возможно, новая жизнь. Вот, собственно, об этом книга. Она не просто трагична, она очень реалистична. И мне кажется, в этом еще есть подсказка, что зачастую история жизни человека для нас просто не открыта. Почему кто-то, и очень хорошие иногда люди умирают, иногда молодыми, иногда совсем не такими старыми, им бы жить и жить и радовать окружающих и Бога, казалось бы. А вот умирают. Иногда человек переживает такую потерю, после которой не может оправиться. Может быть, это история жены Иова. Мы не знаем, как это происходит. Но разобран только один случай, только с одним человеком. Мы можем догадаться, что, вероятно, не один Иов так дорог Богу, что, вероятно, с другими людьми происходит что-то совершенно свое, особенное, просто в книгу оно не вошло. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok